любителям секонд-хенда доброе утро мы с вами вновь отправляемся на очередные поиски клада по магазинам секонд-хенд ассортимент примерки конечно находки иногда очень удивительные ну а если ничего не купим то и не беда главное это настроение и удовольствие от похода по магазинам пусть даже и виртуального и конечно прекрасная замечательная рига с вами приехали в двухнедельную хуману первый день привоза все по 5 и обувь и сумки 6 евро конечно же самый интересный ассортимент это первый день день привоза и знаете вот лично я очень люблю заходить именно первое когда ты можешь посмотреть самый первый именно то что вот только-только выложили очень много в этот раз было спортивного показываю вам свитшоты худи спортивные майки топы ну в общем все что я увидела интересного именно из спорта конечно же иногда я правда в этом не очень разбираюсь но иногда такое знаете очень-очень винтажная находишь даже в простом магазине не винтажки а именно в простом секонд-хенде потому что как вы знаете у нас секонд-хенды сети хумана немножко различаются есть пяти недельный есть двухнедельный и есть в сегменте пяти недельных именно винтажка на мой взгляд вот это спортивная ветровка это винтаж ну я не буду конечно утверждать но мне кажется что так есть очередная очень интересная находка ветровка от dolce gabbana и это оригинал возможно винтажный потому что там есть вот это слово и тере но нет марки которая определяет оригинальность подтверждает но согласитесь насколько интересно вы можете любить бренды вы можете не любить вы можете их носить можете не носить но сам факт находки насколько интересен секонд-хенде найти именно мировой очень известный бренд изначально еще на вешалке я видела что эта ветровка мне мало но мне очень-очень хотелось в нее войти и вам померить ее показать конечно очень жаль цвет красивый но размер мал ветровка это даже знаете такой как я сейчас а зонтики то все растеряла кстати я пошла в магазин там где я последний зонтик оставила конечно же охранники сказали мне что ничего не находили так вот я сейчас в поисках такой знаете одежда легкой чтобы можно было в сумку свернуть и вместо зонта и вот показываю вам две ветровки от adidas они мне все таки на мой взгляд более мужские я ни одной из них не купила ну как-то знаете рукав длинный или плечо широкое в общем не купила не села но также показываю вам еще одна очень интересная находка за счет знаете необычности своей жилет и я так поняла что это спортивный какой-то тоже очень известный бренд но она настолько знаете яркая настолько вот вырви глаз с такими разными элементами что мне очень хотелось вам ее показать она очень маленького размера и даже знаете не померить было туника ну я так предполагаю что туника возможно блузон почему я взяла его во-первых космический опять знаете такой низ во-вторых цвет очень понравился и в-третьих необычная ткань двойная немножко как гофрированная но в общем показываю вам конечно же иногда попадается вот этот производитель самое самое что это именно состав лен и шелк вот этот состав очень необычный ну по крайней мере я крайне редко нахожу такие вещи именно лен и шелк понравился этот блузон ворот такой знаете достаточно закрытый прозрачный и под низом идет как а майка ну вот и видите там внизу идет подкладка и но очень удивительная его знаете можно было бы носить как платье как туника с черными брючками достаточно красиво но мне все-таки маловато еще одно платье платье туника интересная модель по размеру мне хорошо даже в каких-то местах большего то три четверти рукав все очень понравилось кроме цвета можно было бы конечно купить 5 евро небольшие деньги учитывая что состав ткани тоже супер великолепный лен шелком но знаете вот я его не купила только потому что черного цвета и он был с таким темно-синим отливом взяла вот эту майку спортивную но знаете чисто подумала с джинсами как-то она все-таки на меня не села хотя на вешалке выглядела очень красиво выбор обуви выбор обуви небольшой и если думать о том что уже пришло лето то именно открытые обуви достаточно небольшой выбор хотя вот показываю вам то что я нашла как бы из-за спортивной обуви и постаралась показать вам то что самое интересное кстати никогда не показывала вам детская но вот кроксы тоже очень у нас популярны даже секонд-хендах большой выбор детской обуви всегда секонд-хендах большой выбор детской обуви и тоже решила вам показать что посмотрите вот и окс вообще секонд-хендах детскую обувь она же знаете детки это быстро растут и не успевают обувь снашивать поэтому всегда секонд-хенде большой выбор детской обуви и опять таки я считаю что детскую обувь можно смело покупать секонд-хендах потому что повторюсь обувь не деформированная ну и сколько там два-три месяца поносить ребенку а это обувь купленная за те же пять евро она все-таки в магазинах очень дорогая поэтому ну вот лично мое мнение конечно же взрослые обувь правильно писали что она все-таки деформирована и найти обувь секонд-хенде чтобы села на тебя хорошо довольно сложно единственное что конечно чем хороша обувь купленная секонд-хенде это тем что предыдущий владелец этой обуви для тебя ее растянул потому что вы знаете как и иногда сложно именно разнашивать обувь кстати большие спортивные сумки это редкость секонд-хенда по крайней мере вот тот выбор что я вам показываю нашла очень красивого алого цвета это мужской джемпер мне понравилось то что он на по длине мне хорошо рукав конечно очень длинный мне понравилось по длине и мне понравилась фактура именно ткани это эсприт если я правильно произношу хороший состав ну то есть но не купила еще одна спортивная ветровка я ее практически уже в последний момент вот хотела купить но все-таки не купила правильно я сделала или нет я не знаю очень классная по длине отличная есть капюшон комбинированная но то что внизу немножечко мне вот совсем знаете впритык именно нижняя часть есть карманы удобные такие знаете чтобы много было что носить но вот здесь на бедра впритык впритык и я хотела ее купить но в последний момент все-таки передумала это хороший производитель цвет ну в общем не купила правильно сделала неправильно до сих пор не знаю еще одна спортивная ветровка есть капюшон карманы длина очень хороша сама по себе она очень интересная но к сожалению мало хотя визуально когда на вешалке весело было мне такое мнение знаете что можно попробовать померить что хороша но нет к сожалению мало и у меня попросили спросили верни один раз нахожу ли я рабочую одежду и вот я как раз увидела в домашке рабочий костюм простите рабочий костюм такие находки ну я как то знаете раньше не обращала внимание но сейчас увидела и решила вам показать что можно даже найти в секонд-хенде именно рабочий костюм именно рабочий костюм но это редкость конечно же палантины в этот раз были очень красивые платки и палантины Ни на одном я не нашла. Там был один, где был состав, бирочка с составом. Но все они были очень-очень красивые. Несколько было на ощупь шелковых. Вот этот, конечно, конечно же, я такой не ношу. Это большой платок, но насколько яркий, друзья, да? Летний, яркий. Скорее всего, это что-то, знаете, пляжное. В общем, палантины в этот раз были очень красивые. Субтитры создавал DimaTorzok Как всегда, большой выбор платьев. Всяких разных, начиная от сарафанов на бретелечках и заканчивая длинным рукавом и кардиганом. Конечно же, я мало показываю вам выбор платьев, но уже несколько раз говорила, что довольно сложно снимать именно платье. Взяла эту рубашку черно-белого цвета, клеточка. Рукав как всегда длинный, по размеру достаточно хорошо. Я сейчас в поисках летнего гардероба хотя бы нескольких вещей, которые сидеть будут на мне хорошо по размеру, интересные по цвету, под джинсы и свои белые новые кроссовки. Этот блузон, он красивый, я его не купила, потому что рукав длинный и постоянно, знаете, подворачивать не хочется. Но довольно красивый. Снова интересная находка, очень необычное изделие. Я даже не знаю, как его назвать. Платьем вроде не назовешь. Если платье, то тогда это, как бы, знаете, надевать на второе платье. Удивительная вещь. Ну вот, показываю вам. И даже не знаю, что прокомментировать и как. Конечно же, коз. Коз я частенько нахожу в секонд-хендах. Обычно это не моего размера, либо не очень нравится. Блузка от Роберто Кавалли. Внутренняя бирка отрезана, поэтому непонятно оригинал или нет. Но все равно очень интересно находить вот такие вещи в секонд-хенде. Вещи от этого производителя довольно редки именно в сети Хумана. Раньше я частенько находила их в РДА, но сейчас нет. И еще одна интересная находка – это мужской костюм вельветовый. Вы видите, что он с бирочкой. Это рубашка и шорты. Ну то есть тоже, знаете, довольно редкая находка. Еще одна интересная находка – маленькая сумочка типа кроссбоди. но она была очень яркого золотого цвета. Конечно же, текстиль. У нас даже, знаете, никогда вам не показывала, но частенько попадаются для маленьких собак вот такие курточки. То есть, в принципе, если у вас есть маленькая собака, то можно смело посмотреть в секонд-хендах именно одежду для маленьких собачек. Конечно же, покрывало. Кстати, вот показываю, что очень много игрушек тоже в секонд-хенде. И в завершение ролика небольшой сюжет из магазина с труднопроизносимым названием. Сеть этих магазинов в Риге – их три. На Югле, в Кенгараксе и в Иммонте. Из этого магазина я всегда вам показываю сумки по одному евро. Также в этих магазинах очень интересна всегда посуда. Больший выбор посуды в Кенгараксе. На Югле в основном я снимаю для вас сумки по одному евро. А также я недавно была в магазине этой сети в Иммонте. Я первый раз была вот в Иммонте, в их магазине. И в ближайших выпусках я вам покажу именно обзор на магазин, то, что из этой сети в Иммонте. В этих магазинах я никогда не мерю и не мониторю одежду. Я не знаю почему, не потому, что там что-то плохо, все в хорошем состоянии, не в убитом. Но как-то вот больше меня эти магазины привлекают именно выбором сумок, чтобы вам показать, и какими-то, знаете, посудой, милыми такими вещицами, безделушками. Спасибо вам, друзья. Спасибо вам за просмотр. Хорошего вам настроения. Берегите себя. До новых встреч. И еще раз спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok